Хороший, вот мой путь продолжился, потому что уже позади автобус. Попытки поймать попутку, чтобы 8 километров проехать, которые ужасно долго завтра будет и сложно проходить муторно. Сейчас гружу лодку, полдевятого уже темнеет. На все про все у меня остается каких-то 25 минут, чтобы вот это все запихать и добраться, но не до этого, до следующего островка. С дровами там. И ночной бивак сделать. Ну вот мимо что-то проносится. Две тачки тормознул, никто не берет. Один не остановился, другой не взял. В общем так вот. Вот грузовик пошел, самосвал. На нем бы можно было, но хули. Если знать все наперед, расписания тут нет, одни комары. Никакие спреи на них не действуют. В общем, туристы-водники, одиночки, немного суицидники. А может даже не немного. Ну такова жизнь. Простите, кого не взял с собой, хочу я один пойти. Потому что действительно это со смертью рулетка в какой-то степени. Ну такая вот у меня жизненная ситуация, позиция. Хочется мне в рулетку поиграть. Устал я от жизни. От предательств, от свинства этого. Хочется так поразмыслить. Удали от городов. О, сколько их тварей. Вон как он едет по раздолбанному мосту эпохи путинизма. У которого нет поручни, ничего нет. Вон обвалившийся камаз. Что может быть лучше печеный на костре, на углях картошечки. Тут еще кабачок у меня. Недомерок с дачки. Вот она уже подходит. Вот эту большую еще можно подержать. А мелкая уже очень даже ничего. Готово, готово угли. Жар такой, что руки обжигает. От грибу еще немножко. Вот эту мелкую уже сюда. Готовым. Ай, кабачок тоже готовым. Ой, забирать. Так что рыбалка это не только рыба. Это амурская рыбалка. Это вообще все прелести. И носки сушатся. Неопреновый. Все-таки в сухих лучше плыть, чем в мокрых. Дымок подымается уже. Так совсем конкретно холодно. Время почти 12 ночи. Без 15. 12. Решил я палатку не ставить. Укроюсь тентом. Спальник. Тент непромокаемый. Дай бог дождь не пойдет. Немножко практической магии еще так добавим. Для своих целей. Которые озвучивать пока не буду. 5 часов 23 минуты. Утро. Сумасшедшая роса. Холодно спалось. Замерз под утро. Но терпимо. Зато проснулся. Зато не было комаров. Там вот лодка. У берега. Водичка не засек. Но на вид вроде упала еще чутка. Сейчас крепкий утренний чай уже готов. Свет ночной выключен. Еще где-то часок. Минут 40 на сборы. Думаю 6 копейками стартануть. 6.15 где-то. Ну как бы еще не разошелся. Не расходился. Течение конечно солидное. Быстро идет. Главное лодку отцентровать. Потому что лодка легкая. Норовит завернуться. А вертеля не хочется. И поесть поплотнее. Потому что трудиться придется сейчас. Неплохо от души. Пару часов. Потом конечно тоже. Но сейчас вот самое самое. Мой верный надежный каяк готов к бою по ходам. По ходу к предстоящим испытаниям. Неожиданностям. В общем всему тому что приносит эта река божественная. Бивак остается. 6.30. Ну чуть-чуть протормозил я. Ну как бы собираться надо. Жаль что трансляция ночная не получилось. Ну все сейчас интернет отрубится. В общем прощайте вы прощайте. Любить не обещайте. Ой комар попал. Но обещайте помнить. И не гасить костры. Хоть песня альпинистская. Ну ладно. Говорил что она как женщина. Полна коварства. Непроходимо. Ну мне ее сейчас либо провести либо перенести. Я рискну все таки провести здесь сесть. Дальше там просто все. 7.15. На удивление быстро пройден участок. То есть вот гладко нежно опять. Полное счастье какой-то божественной любви. Всяких знаков. И тут хлоп тебе испытание. На получи родной. Распишись. Я не в духе сегодня в этом месте. И надо принимать. Никуда не уйдешь. Туман поднимается. Без четырех минут девять. Иду неплохо. И вот это место известное по моему прошлогоднему фильму. Один день на быстрой воде. Вода большая. Ну не сильно. Ну побольше чем было. И учитывая что тут она прошла под шесть метров. То есть все смело. Я тормознулся чтобы снять термобелье. Потому что уже жарить начало. И вот к вопросу. Что я в прошлый раз целый день. Ну не день. Но достаточно долго до него шел. А сейчас что значит опыт. Знание фарватера. Везение. И быстрое течение. Девять часов. Стартанув. Пол седьмого. Уже здесь. За два с половиной часа. Ну сейчас упаковываюсь. Выпиваю чаю немножко. И двигаю дальше. Не теряя темпа. Пока жары нет. Потому что когда начнется жара под тридцатку. Будет адово. И ветерок еще есть. Может ветерок прекратится тоже. Начнут жрать мошки. Комарики. Прочее в общем. Неприятная. Всякая срань. Как ее назвать можно. Вот это вот первая пирамида. Но она уже в профиль. То есть с той стороны она. Со скалами. Со всеми как бы делами. Возможно там даже подземные входы есть. Потому что очень она интересная. По форме. С выходом как бы сюда. В ударе непременно. Вот обошелся я без обноски. Там где-то выход. Скользнул в боковую протоку. Потому что разворотила просто заломы большой водой. И она проходима. Ну так. Не сильно напрягаясь кстати. Ну проходима. И сейчас вот я ищу где там обноска должна быть. Выход. Да вот здесь он где-то должен быть. Чтоб мне вправо не уйти. Мне нужно по левой пойти. Вот затешок. Тормознулся. Там вон пирамида. В принципе еще 45 минут. И я буду скал. Что очень радует. Ну опережение графика почти на полтора часа. Час сорок. Ладно. Гадать не буду до скал. Снимать не могу. Так как задач такой особо не ставил. Драйв этот весь снимать. Хотел больше статичных съемок делать. Да и собственно. Ну как бы так сказать. Не совсем настроение для съемок. Настроение такое лирическое грустное. Медитирую и плыву. Все лишнее. В том числе и камеру отсекрешанной скоростью. 10-15 я уже пристал. То есть опережаю график. Если я планировал 12 где-то. Ну прилично опережаю. На час 45. Значит можно покушать и дальше двигать. Выразить спасибо вот этим скалам. Этому месту. Конечно тут можно было бы стоять. Ну обстановочка такая. Что двигать надо и настроение. Как бы хочется там на базе уже. Сейчас быстренько перекушу. С кефирчиком чем-то еще согреюсь. Похожу. Возможно горячий перекус будет позже с чаем. Не сейчас. Но я обратился к человеку к одному. Мысленно. Что вот он настоящий храм жизни. Вот он. Никакие церкви с колоколами. Никакие попы эти черные. И прочие. Никакие гуру йоги. Ничего не заменит. Не заменит. Как пели бременские музыканты. Вот такие дела. Эх ветерок какой хороший. Опять тучки. Ну вот тучки. Единственное напрягает. Поэтому хочется так рвануть. Потому что погода наша странная. Дальневосточная. Прогноз погоды это одно. А реально совсем другое. А на базе как бы. Все. Тент поставить. Полотку. Отлично. Такие вон кедры красивые. Дамень не выныривает собака. Пришел пока отдыхать. Ну пусть отдыхает. Ладно. Опка. Тысячник. Но тут опасный участок. Я вынужден весла брать. Чтобы вот в дырку пройти. Вот в эту. Между корягами. Которая метров пять. И там непонятное течение. А сопка вон она. Все. Выключаю. В Москве 6 часов 16 минут. А на Дальнем Востоке уже полдень. 13 часов. Уже 17 минут. Нагнала тучи откуда-то с Охотского моря. С севера. Солнце пропало. И уже опять я стал подмерзать. Не холодно. Ну хоть пот на спине отгребли. Вон мокрая она вся. Но тем не менее. Иду очень хорошо. Но течение конечно помогает. Проблема есть. На баночке зад. А древенел. Походить надо. Сейчас будет еще один коварный участок. И потом еще два коварных участка. Где-то через час двадцать. Может через час даже. С такой скоростью сложно сказать. Может даже коварный участок где-то через минут 15. И потом ну да где-то через час. Проход такой. Заломов, заворотов. И там еще минут сорок. И я в принципе пребываю на базу. Что там с базой сказать сложно даже. Ну я думаю все-таки база на месте. Потому что вот здесь вот коряги лежат. Таких особых. Вон там спиленное. Таких особых прям разрушений я не вижу. Ну по километражу неплохо я. Уже где-то 70 километров пройдено. Нет не 70. 65 примерно. 65-63. Как бы так. Для лета. Когда не было тренировок нормальных. Когда не было погоды. Очень даже. Ну условия идеальные просто. Нет мошки. То есть не надо отмахиваться. Нет жары. То есть прям спортивное все. Как хоть Олимпиаду устраивать. Вот такие дела. И это вам не столица. Не грибной канал. Крылатский. Тут все сурово. Приближенно. В общем. Ошибка может стоить. Очень дорого. Лодок вообще ни одной. Зашел к егерям. Поздоровался. И отдал презент. И поплыл дальше. В Москве 7 часов 31 минута. В Комсомольске 14.31. Ну нормально. Я дошел до места. Установив рекорд практически. Абсолютный. Потому что я приходил в 16. Не раньше сюда. А сейчас. А вру в 15. На полчаса. В том году я пришел, когда я где-то улучшил на 30-40 минут. Ну что значит нет обносов. Хорошая погода и прочее и прочее течение. Вон они. Дальние сопки. Радость номер один. Хотя это может и не радость. Рассягачила полностью заломы здесь здоровые. Нет его. Зато намыло песка. Вот это все. С этого наводнения. Ладно. Не уплывет лодка надеюсь. Затащил ее на миг. Идем смотреть. Ну я вижу, что разломало полностью. Так. Вот это наверное приплыло. Разломало очень сильно. Практически. А нет. Целый. Ура. Целый он. Я его не увидел. Значит. Что-то так его погнуло. Ага. Но все-таки вода текла. Вот этого не было всего. То есть это все дрова. Чистая была дорожка. Если помните. А сейчас. Вон оно как. Да. Это водой его погнуло. Но вот здесь наверху все осталось целое. Это радует. Но он зато врос как вообще. Как будто. А. И вот он песком засыпал. Это вот все текло. Намыло песка. Золу убрал. Офигеть. Это она перетекала. Получается. Вот так сверху бревна. То есть вон песочек. Это вот опять приплыло все. Потому что тут был прорублен проход. Накидала новых бревен каких-то. Оля-ля. Вот здесь вот не было бревен. Вот их тоже приплыло. А это ее подняло. Пыталось ее сдвинуть. Ну понятно. От души короче повеселилась. Погода. Ну в целом все нормально. Ага. Даже не уплыли тарелки. Даже в них что-то завелось. Ой блин. Мыть придется. Котелки, тарелки. Нифига себе. Блин. Ладно. С этого начнем. Пу-рум-пу-рум-пу-рум-пу-рум. Ну в принципе есть чем заниматься. Поправить все. Так. А палка уплыла. Уплыла пленка. Уплыла палка. Которая. Да. Вот так вот. Удивишься. Окучивал-окучивал. Раз и нету ничего. Злобная. Злобная природа. Решила взбеситься. Сделать по-своему. Ага. Плато для палатки. Тоже замыло. Ну ладно. С другой стороны придется ставить. В принципе. Здесь навалило палок. Тут был хороший проход 3 года. Как оно? Ну здесь что ходить можно. Да. Покуражилась от души. Природа. Куражилась. Надеюсь больше таких не будет. И в общем-то вода большая. Да. Значит то место тоже притоплено. Не факт что там пристать можно. Короче. Сегодня здесь. Развлекаюсь я. Развлекаюсь я. Развлекаюсь я здесь. А там будет видно. Что где. Когда. А вот здесь палатка. В принципе там. Ладно. Бивак тогда мы пока как этот. Как временный. Временное пристанище. Ничего себе. Как перемывая грави весь. Охо-хо. Вот что значит нет хозяина. Ни у реки не уместно. Окультурить все. Сделать нормальных пару дорог вдоль реки. Нормальных поселков. Или каких-то пасечников проселить. Ни хрена. Все. Только рвачество. Рыбзаводы. Пару рыбзаводов каких-нибудь еще сделать. Все только рвачество. Вот он Дальний Восток реальный. Вот он ваш гектар. Можете здесь гектар взять. Можете вот здесь взять. На острове там можете взять. Да рюк получайте. Все бесплатно. 1505. Корабль разгружен. Не спеша так. Полностью. Вот. Палатка 1. Спиннил 2. Рюкзак большой 1. Рюкзак основной 1. Спальник 1. Коврик 1. С едой 3. Тенты всякие. Солнечные фонарей. Уже все. Такой маленький лодка. Так много. Разошелся какой-то ветер ураганной силы. Странные тучи. Очень большой у них эшелон. Все как-то намекает на возможность хорошего дождя. Я прям не знаю. Куда от него деваться. Новый Тен строить смысла нет. Старый низковат. Там подзасыпало. Песка много. Главное палки унесло. Которые закрывали снизу. Может не унесло. Может они там засыпаны. Сейчас надо покушать. Хорошо приготовить обед. Покушать и потом заняться разведкой местности. Ремонтом. Завтрашний день. Наверняка полдня я здесь проведу. До 12. До 11. Потом перемещение на другую точку. Не факт. Конечно если рыба будет сегодня ловиться. то может завтра я снимусь пораньше. 8. Если не будет рыбы. Ну как бы. 75 километров пройдено. Осталось 52. Ну достаточно непростых 52 километра. То есть сегодня у меня чистого походного времени вышло. 6 часов словного времени. Даже может меньше с остановками. Потому что минус полчаса. 5 с половиной часов. Это очень круто в общем. 5 с половиной часов. Такое расстояние. Ну течение течение конечно. Сумасшедшее. И перекаты я проходил лихо. То есть нигде затерок нет. Ну вообще сэкономил наверное. Часа два. На переносках. На позатерках. Да и собственно на обеде. Можно было конечно еще идти. Но там просто смысла нет. Перспективы нет. Надо здесь отдохнуть. Привести дела в порядок. Собственно я приехал. Не только рыбачить. Но и привести себя в порядок. А то я совсем стал. Какой то сутулый. Усталый. После Москвы. Которая попила. Крови. Очень много. Селенки ушли. И потом после Москвы еще был веселый месяц. Июль. Вот тоже был веселый. КОНЕЦ. 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 КОНЕЦ.